Напомнить, что половые отношения между людьми, лишённые нравственных обязательств, чувства общности и чувства любви, это скотские отношения, это животные отношения. А фильмы нам показывают именно эту животную сторону этих отношений и пропагандируют это в качестве некого идеала, разжигая половой инстинкт человека. Подталкивая его к тому, чтобы он повторял всё то, что ему показывают. Подталкивая его к тому, чтобы он стал животным. Осуждая порнографию и блуд, цитирую далее документ, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью, как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке. Напротив, осуждение заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела, в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращённого удовлетворения. По этой же причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющую телесную близость от личностной и духовной общности. Нарушение целомудрия разрушает целостность человеческой личности. Многие могут удивиться и сказать, а вот я именно так живу, и никакого целомудрия я не придерживаюсь, и ничего во мне не происходит, никакого разрушения не происходит. Если человек перестаёт быть способным к семейной жизни, человек перестаёт быть способным любить другого человека. На вопрос «почему?» ответа нет. Бог так восхотел, чтобы мы зверями не стали, чтобы мы не превратились в волчью стаю, чтобы мы остались людьми даже в этой чрезвычайно сложной сфере сексуальных отношений между людьми. И вот как говорит об этом церковь, счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Пожалуйста, запомните эти слова. Таким образом грех против целомудрия влечёт за собой негативные социальные последствия. А как же иначе, если разрушается семья, если 90% первых браков у нас сопровождается разводами, если количество абортов у нас во много превышает количество рождений? Это разве не социальная проблема? Да ведь это проблема выживания нации и народа. Есть люди, организации, силы, которые зарабатывают на эксплуатации полового инстинкта человека. Бог вложил этот инстинкт для того, чтобы продолжался человеческий род, для того, чтобы понятие любви распространялось не только на духовную, но и на физическую сферу человека, на его тело, не только на душу. Это замечательный замысел Бога о человеке. Инстинкт настолько сильный, что он превышает многие другие инстинкты. И вот ведь находятся люди, которые безжалостно этот инстинкт эксплуатируют в экономических целях, просто зарабатывая на этом. Или в идеологических целях. Вот порнография и есть такая эксплуатация, оскорбительная по существу эксплуатация полового инстинкта человека. Слаб человек, не может сопротивляться. Инстинктивное начало действует, и люди зарабатывают на этом деньги. Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам. Юношам, детям, подросткам. Я бы хотел процитировать вам то, что говорят основы социальной концепции на эту тему. В книгах, кинофильмах, в другой видеопродукции, в средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных программах, подросткам зачастую внушают такое представление о половых отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства, поскольку в нем нет места для понятия целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не только обнажаются, цитирую, и выставляются на показ, оскорбляя естественное чувство стыдливости. Это когда люди в семье и семьей не могут смотреть некоторые кинофильмы. Но и представляются как акт чисто телесного, то есть животного удовлетворения, не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственными обязательствами. Продолжение следует...